Средняя ставка по банковским вкладам в начале января упала до 5,93% годовых, подсчитал Центробанк. Это исторический минимум с 2009 года, когда начали рассчитывать показатель. Что будет со ставками в 2020 и какие вклады выгоднее, в новосях экономики расскажет моя коллега Елизавета Верещагина. Лиза, здравствуй. Привет. Так почему же падают ставки по вкладам? Ведь они напрямую зависят от ключевой ставки. То есть это процент, под который Центробанк выдает деньги в долг коммерческим банкам, а те, в свою очередь, кредитуют клиентов, добавляя свою маржу. Соответственно, чем ниже ключевая ставка, тем банкам выгоднее занимать у Центробанка, а не у населения, привлекая вклады. Поэтому, чтобы не работать в минус, банки делают ставки по депозитам ниже ключевой. За последние полгода она опустилась на 1,5%, до нынешних 6,25% годовых. Учитывая, что инфляция в ближайшие месяцы, скорее всего, опустится ниже 3%, высока вероятность, что ключевая ставка вновь снизится в феврале. И банки к этому уже готовятся. Так а что же делать вкладчикам? Есть ли какие-то другие инструменты более выгодные? Но только если вы планируете хранить деньги долго, где-то от трех лет и выше. Но тогда выгоднее открыть индивидуальный инвестиционный счет и купить, например, государственные облигации. Кстати, вкладчики постепенно уходят от банков к брокерам. За прошлый год количество индивидуальных инвестиционных счетов выросло в три раза. Сегодня их уже открыто более полутора миллионов. Владельцы таких счетов имеют право на налоговый вычет до 400 тысяч рублей. Но тогда счет нельзя закрывать в течение трех лет. Иначе вычет придется вернуть.